На прямой связи со студией Татьяна Полоскова, доктор политических наук, кандидат философских наук. Здравствуйте, госпожа Полоскова. Добрый день. Вот, госпожа Полоскова, как вы оцениваете влияние санкций на международные отношения в целом? И вот насколько оправданы такие меры с точки зрения международного права? Ну, во-первых, начнем с того, что Соединенные Штаты сейчас не в той форме находятся, чтобы против кого-то вводить санкции и претендовать на роль мирового жандарма. Я хочу сказать, что Соединенные Штаты испытывают серьезные проблемы с союзниками. Если на днях даже Эмили, президент Аргентины, который пришел на это место как верный сатрап Соединенных Штатов и неоднократно это подчеркивал, даже если он, не дождавшись никакой реальной помощи, кроме обещаний, собирается ехать в Китай и просить хоть как-то вытащить страну из долговой ямы, то о чем нужно говорить? Соединенные Штаты сейчас пытаются сделать две вещи. Первое, сделать вид, что они все еще в силе, все еще могут диктовать кому-то какие-то условия, тем самым нарушая не только нормы международного права, но и нормы демократии, о которых они так любят говорить. И второе, за всеми этими шагами и красивыми словами о демократии, о соблюдении прав человека, есть старая заезженная еще в 70-х годах пластинка. Что хотят Соединенные Штаты, так называемый коллективный Запад, прежде всего Великобритания от Южного Кавказа? Наше время – это время логистических коридоров. Это время логистических точек. Поэтому, конечно, вся эта комарилья устраивает эти спектакли с единственной целью – получить полный контроль над тем же Зангизуром. И, к сожалению, они нашли свою марионетку на Южном Кавказе – это Пашиняна, который катается по различным встречам. Вот недавно он в Париже зачем-то с представителями силовых структур, кофе гонял, непонятно, что обсуждали, хотя вполне понятно. И здесь, конечно, то, что произошло вчера, лично меня как гражданина России, как друга Азербайджана и как бывшего начальника управления СНГ в системе МИДа, очень радует, потому что я уже, честно говоря, думала, что СНГ исчерпала свою роль, но вчера я увидела, что это вполне реальная структура. Такаев даже предложил создать СНГ+. Я рада, что Азербайджан активно участвует в этом процессе. И поэтому я думаю, что как только полноценно он уже работает, заработает тот же БРИКС, и то Соединенным Штатам придется сложно, что они тогда будут говорить своему населению. И само по себе введение санкций, а против кого они бьют, они выражают неудовольствие действиями властных структур. На самом деле санкции бьют по населению. Мы в России это чувствуем, хотя, конечно, не так критично, как этого ожидали в том же Вашингтоне, но, в общем-то, конечно, такие проблемы есть. Я думаю, что, в конце концов, надо всем совместно поставить вопрос и поставить перед международным сообществом, перед нашими союзниками, а кто вообще дал право Соединенным Штатам диктовать всем свои условия. Простите, кто они такие, как любил говорить господин Паниковский. И я считаю, что к этому мы придем. Вот между тем, Армения, которая не в состоянии существовать без покровителя, пытается протащить в регион силы Запада, предоставляя им свою территорию в качестве плацдарма. Вот неужели в Ереване не осознают, что Запад не печется ни о благополучии армянского народа, а преследуют собственные интересы? Вы знаете, к сожалению, руководство Азербайджана, они любят говорить, что у них есть разные позиции в руководстве, и в ближних, так сказать, структурах, влияющих на позицию власти. Да, позиция может быть и разная, но вы знаете, Армения, к сожалению, армянская элита привыкла за долгие десятилетия существовать за счет подачек и заниматься торговлей армянскими проблемами, зачастую надуванными, как тот же геноцид. А сейчас они выставили на продажу тему Зонгизора. Это абсолютно очевидно. Пашинян давно уже утратил, и же с ним, чувство к солидарности собственным народом. Конечно, они все понимают, но тем не менее, своя, так сказать, простите, шкура дороже. И поэтому здесь Пашинян сейчас выставил тему Армении, что давайте, да, вот так вот все происходит, а мы вас будем поддерживать, дайте денег. Но это знакомо. Другое дело, что в случае чего, если начнутся серьезные какие-то процессы, ни Америка, ни Франция, ни Великобритания вмешиваться не будут. Давайте посмотрим на Украину. Ну, всем известно, в общем, ну, кто, так сказать, следит за прессой. Я, конечно, могу сказать, что меня вообще любая война не радует человека мирной профессии. Любая война ошибка дипломатии. Но в данном случае что произошло? Ведь Соединенные Штаты, коллективный Запад, воспользовавшись этой ситуацией, просто обобрали до нитки Украину. Они же ничего там бесплатно из вооружения не поставляют. Все оказывается, вся помощь оказывается в обмен на то, что Украины забирают заводы, забирают предприятия, за бесценок скоро будут, как фашисты, вывозить чернозем из страны. Поэтому вот наглядный пример. Я думаю, что нашей, так сказать, нашей прессе и вашей прессе, может быть, если вы сочнете нужным, надо чаще приводить этот пример. Вот оно, пожалуйста, и дальше что? То есть, если думать, что Соединенные Штаты – это не страна, простите, пусть не обижаются, это корпорация. Это корпорация, где все служит интересам определенной олигархии, определенной монополии. А монополии бесплатно ничего не делают. Даже муманитарную помощь бесплатно не оказывают. Поэтому вот я не знаю, на что надеется Армения. И Башинян хочет перехитрить Соединенные Штаты, официальный Вашингтон. Ну, это посмотрим на эту игру, это очень смешно, в основном, и он не сможет их перехитрить. Когда я видела его встречу с представителями силовых структур Франции на днях, у меня было ощущение, что сидели взрослые дяди, а в углу сидел с какими-то тетями, ну, простите, мальчик для битья, которому они указывали, что ему делать. Если сравнить бэкграунд этих людей в Париже, которые его принимали, его бэкграунд, ну, надо же как-то все-таки осознавать свое место под солнцем. Зачем ходить на такие встречи, где ты прости, прости, выступаешь в роли просителя. Поэтому я думаю, что игра, которую Пашинян затеял, она будет дорого стоить Армении и армянскому народу. Я все время про это говорю, не знаю, слышать о нем. Благодарю госпожа Полоскова, большое спасибо, что уделили нам время, подключились к нашему эфиру. Всего доброго. Всего доброго, хорошего дня. Спасибо. А я напомню, что на прямой связи со студией была Татьяна Полоскова, доктор политических наук, кандидат философских наук. Продолжение следует...